О войне и мире. Полчаса назад Владимир Путин выступил с трибуны международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Говорил в основном о ситуации на Ближнем Востоке, о том, что война в современном мире – это красивая картинка с телеэкрана, за которой скрываются реальные жертвы. А терроризм нельзя делить на своих и чужих. Не нужно играть в слова, делать террористов, делить террористов на умеренных и неумеренных. Хотелось бы понять, в чём разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, в том, что умеренные бандиты, что называется, в умеренном количестве или как-то нежным способом обезглавливают людей. Вспомнил Владимир Путин и случай, когда оружие, которое поставляли США так называемой «умеренной оппозиции», оказывалось в руках боевиков исламского государства. Президент России заявил, что невозможно одновременно говорить о борьбе с терроризмом и при этом поддерживать часть этих террористов. В Соединённых Штатах просто всегда трудно вести двойную игру неугодных режимов. Невозможно добиться успеха над терроризмом вообще, если часть террористов использовать как таран для свержения неугодных режимов. Никуда от этих террористов потом не деться. И это только иллюзия, что удастся потом с ними справиться, отстранить от власти, либо как-то договориться. И лучший пример тому – ситуация в Ливии. Ещё будем надеяться, что новому правительству удастся стабилизировать ситуацию. Но это ещё не факт. Хотя, безусловно, надо помогать стабилизации. Уже сейчас, пока идёт борьба с терроризмом в Сирии, мировому сообществу надо подумать, как восстановить страну в будущем, так отметил Владимир Путин. И делать это надо обязательно, учитывая мнение жителей государства. И ни в коем случае не расшатывать внутриполитическую ситуацию. И, как показала практика, это ведёт лишь к усилению боевиков. Немалая роль в этом деле, по словам российского лидера, возложена и на плечи духовенства сторонников традиционного ислама, которые бы смогли уберечь молодёжь от ложных учений вербовщиков-террористов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова